Всем добрый день, уважаемые гости и гости нашего круглого стола «Портрет женщин в медиа». Это замечательная тема, одна из моих любимых, и я очень рада, что с нами такие замечательные многоуважаемые гости и, я думаю, не менее уважаемые зрители. Кто меня не знает, меня зовут Бигей Маджикеева, я являюсь координатором по развитию новых медиа и цифровой журналистики в Институте по освещению войны и мира, или IWPR. И сегодня мы собрались с вами поговорить о такой важной теме, как представленность женщин в медиа. Мы хотели бы обсудить сегодня гендерную дискриминацию в медиа, когда дискриминация проявляется и в контенте, который делает медиа, а также дискриминация проявляется, скажем так, за кулисами, когда дискриминируют работниц женщин в сфере СМИ. Мы хотим поговорить с вами о важности языка освещения женщин в медиа на примере изданий как раз-таки в нашей любимой Центральной Азии, и почему важно освещать гендерные вопросы. И самое главное, самое интересное, я думаю, в конце — это о том, как социальные медиа могут помочь журналисткам и создательницам контента добиваться равных зарплат и возможностей. Как вы знаете, наверное, IWPR на протяжении многих лет собирает экспертов для обсуждения различных важных и актуальных тем. На сегодняшний день эта тема одна из самых актуальных для нас. Мы собрались сегодня в том числе, потому что сейчас проходит наш марафон в социальных сетях, марафон медиа школы, называется «Кило контента». Я не знаю, если вы следите за марафоном, на этой неделе как раз-таки первый тур марафона так и называется «Потреб женщин в медиа». Это важная тема, и около 200 человек по всей Центральной Азии участвуют в нашем марафоне и каждый день пишут как раз-таки на эту тему свой контент. Мы хотели бы дать им как можно больше пищи для размышлений, для ума, поэтому пригласили, я думаю, одних из самых выдающихся представительниц СМИ из каждой страны Центральной Азии, и каждый из них расскажет сегодня свою историю и свои мысли. Немножечко по регламенту буквально. Я очень прошу всех гостей выключать микрофон. Мы, в принципе, поставили так, что при входе у вас выключается микрофон. Если случайно вы его включаете, пожалуйста, выключите сразу, потому что это записывается, эта запись также транслируется, и не очень приятно, когда другие звуки мешают записи. Тем не менее, камеры и видео, пожалуйста, включайте, мы будем рады увидеть вас в лицо, увидеть наших прекрасных гостей, кто что думает, и как новая информация отражается на вашем лице. Это очень интересно понимать, говорим ли мы вещи понятные и интересные вам. Также каждый докладчик у нас сегодня выступает по 7-10 минут, после чего, после всех докладов мы перейдем к вопросам и ответам. Поэтому не стесняйтесь, пишите свои вопросы в чате. Во время сессии вопросов и ответов мы озвучим все вопросы. Если у вас есть какие-то технические трудности возникли с микрофоном, со звуком, с видео, пожалуйста, у нас есть коллеги, которые сидят здесь, IWPR Центральная Азия, напишите им в личке, если у вас есть какие-то проблемы, и наши коллеги помогут вам их решить. Также напоминаю, что идет фото-видеосъемка и прямая трансляция в Facebook, поэтому этот контент мы, возможно, будем использовать дальше. Поэтому буквально я заканчиваю. Позвольте мне представить наших гостей сегодня и пойдем по программе. У нас сегодня в гостях Айда Яргибаева, это редактор Коклоп KG и sheisnoma.com. Из Кыргызстана, sorry, Айда из Кыргызстана наши гости сегодня. Дальше у нас гостей будет прекрасно Дарин Солод, это соосновательница и главный редактор Hook Report. Далее у нас будет Зубо Таджибаева, Зибо, учредитель и главный редактор york.tg из Таджикистана. И гостя наши из Казахстана, это Айсана Ашим, журналистка, основательница Дэвилыч Казахстан и масса медиа. Начнем? Первой у нас по очереди выступает Айда Яргибаева, Харгызстан, редактор Коклопа и sheisnoma. Тема Айда и феминитивы, как я пришла к ним, изучение темы, убеждения в правильности своего решения и жалобы на меня в моей же почте. Прошу приветствовать Айдай. Привет всем, меня зовут Айда Яргибаева, я редакторка издания Клуб Кейджи. И некоторое время я проработала в прекрасном, ориентированном на женщин в Центральной Азии издании, в Sheisnoma, созданном сёстрами джитогеновыми. Еще до прихода в клуб из Sheisnoma я пришла к феминитивам. И это было скорее из протеста. То есть я увидела, что в какой-то момент люди так негативно начали реагировать на феминитивы, что начали отрицать даже те, что давно существовали. Моим триггером стало слово «директриса», про которое с ненавистью писали ненавистники феминитивов. А это слово, оно не новое слово, не заново придуманное. Это слово было из моего детства. Это самый обычный термин для меня, потому что моей школой руководила женщина, и ее всегда называли «директрисой». И из-за этого я сама начала в разговорной речи использовать феминитивы, хотя до этого я не видела вообще никакой проблемы в их присутствии или отсутствии. Чем дальше я использовала их, использовала их в том числе в работе, тем больше я убеждалась, что в принципе все это было не зря. В клубе есть политика, согласно которой каждый редактор или редакторка самостоятельно выбирает, будет ли он использовать феминитивы. И я была из тех сотрудников, которые решили, что феминитивы им нужны. Сейчас я вижу, что и мальчики, журналисты, редакторы тоже предпочитают использовать феминитивы. То есть для них это пришло в обиход довольно спокойно. Вызывают это очень неоднозначную реакцию, очень зачастую негативную. Пишутся письма на почту моим руководителям, иногда пишутся мне письма с фразой «не редакторка, а редактор». Но это значит, что они дочитали мою статью и увидели, что у меня подписана Айда Эргибаева «редакторка». Это хорошо, они прочитали этот материал. Кроме того, мы несколько раз выпускали ликбезы, почему мы используем феминитивы, почему это нормально, почему это не новые, придуманные, не коверканье русского языка и так далее. Я чуть позже отвечу на этот вопрос, почему это не коверканье русского языка. В копии мы используем эти слова «дозированы». Я не пишу «президент К» или «премьер-министр СА», но я пишу «депутат К». Это слово существует, между прочим, с 19 века и еще использовалось в русских документах. Депутатка такого-то уезда. И читатели постепенно привыкают, начинают уже менее негативно реагировать. И я поняла, что феминитивы нужно использовать дозированно. Но абсолютно феминитивопозитивным сайтом был шейзном. Так как он был ориентирован на женщин, и главное, героини издания тоже были все женщины, я использовала феминитивы ко всем, если только героиня не говорила, что, допустим, я не экономист, как, я экономист, пишите так. Я с уважением отношусь к какому решению и всегда принимаю их точку зрения и пишу, как они хотят себя позиционировать. Там тоже были споры из-за феминитивов. Мы даже провели ликбез по феминитивам о том, как они были изначально в старорусском языке, в церковном языке, как они вводились новые слова, феминитивы при советской власти, чтобы женщин привлечь к интересной работе, чтобы они стали авиаторшами, доктористками, солдатками и так далее. И как потом искусственно, когда все женщины пришли к профессии, эти феминитивы начали выпиливать из русского языка. Был проведен опрос, и в принципе 80% читателей издания, в основном читательниц, конечно, собранных со всей Центральной Азии, они были за феминитивы и не понимали, в чем их польза. Но тем не менее, только чуть позже я поняла, насколько действительно важны на примерах. Читая отзывы и комментарии тех или иных людей, ты видишь, что все еще в 21 веке, когда женщины стали основой экономики, когда они поднимают экономику страны, становятся мигрантами, кормят свои семьи, все равно есть сексисты, которые пишут комментарии, ой, да расскажите мне, нет на свете женщин-физиков, режиссеров, химиков, ученых, математиков, и тут перечисление самых разных профессий. Женщин нет, поэтому и такие окончания не нужны. Ну это же абсолютный бред, человек не знает темы. Сначала ты начинаешь им объяснять, а потом ты понимаешь, что в принципе, если бы терминология с женскими окончаниями использовалась чаще, возможно, такой проблемы бы не было. Однажды я опрашивала более 30 женщин самых разных профессий, врачи, спасательницы МЧС, снайперка, ученые-физик, и в принципе, они мне рассказали, с какими стереотипами сталкивались при обучении. И среди этих стереотипов были врач это мужчина, медсестра это женщина, вот типа даже само название говорит за себя. И вот такую терминологию часто используют сексисты, и отказ от феминитивов их только подбадривает в этом. Вы не обязаны использовать феминитивы, если вы не хотите. Это ни в коем случае не обязательно правило. Но вы не можете диктовать другим людям, чтобы они их не использовали. И аргументы, что Пушкин бы перевернулся, это не аргументы, потому что Пушкин смешал церковно-славянский язык, в котором были феминитивы, и русский народный язык, в котором были феминитивы, и сделал современный русский язык, в котором тоже всегда были феминитивы. Когда мне говорят, что депутатка корежет ухо или докторка, и что это никогда не примется, я вспоминаю пример слова студентка. Дело в том, что хотя при Екатерине Второй был Смольный институт, допустили к обучению к школам и гимназиям девочек только при Александре Втором. Это на 1850-е годы. И тогда начали появляться слова гимназиста, тогда же появилось слово директриса и инспектриса, потому что нужны были женщины-специалистки в женские учреждения. После женщин допустили и к обучению в институты и университеты, потому что до этого женщины обучали на дому. И появились женщины-студенты. И тогда же писались письма в газеты о том, что студентка — это ужасное слово, которое портит русский язык, что она никогда не приживется. Но вот мы в 21 веке, и студентка — слово для нас совершенно обыденное, которое мы не воспринимаем как феминитив. Тема феминитивов довольно часто дискредитируется. Противники феминитивов говорят, чем добавлять окончание к словам, займитесь какими более важными делами, как будто окончание к словам занимает у меня так много времени и не дает заниматься мне важными делами. Это для кого-то не важно, но вы можете использовать или не использовать, но это все равно дает свое влияние. Сейчас никто не думает, что студентка — это не норма. Но может думать, что женщина-депутат — это несерьезно, потому что депутат — это мужское слово. И мы можем внести свою лепту, узаканивая женщин в этих профессиях, тем более, что женщины там всегда были, по крайней мере, пока мы сами живем в этом мире. Спасибо большое, Айдай. Я думаю, это такая одна из самых животрепещущих тем, и я уверена, что у многих есть вопросы. Пожалуйста, пишите вопросы, комментарии в чат. Мы обязательно их озвучим после всех дискуссий, всех докладов. Я знаю, что это такая очень важная тема, о которой всегда приятно говорить, хотя очень различаются мнения. Спасибо большое еще раз, Айдай. Следующий у нас будет Дарин. Дарин Солод — это соосновательница и главный редактор Hook Report. Тема доклада Дарин — формат освещения и повестка в современных медиа и СМИ Узбекистана. Всем привет-привет. Очень рада всех видеть. Я постараюсь говорить внятно и, надеюсь, меня все слышат. Если меня слышат, пожалуйста, кивните, потому что меня чуть-чуть подгоняет наушники. Итак, начнем с портрета женщин в медиа. Я буду говорить не только о женщинах в СМИ, потому что СМИ у нас, к сожалению, в отличие от Кыргызстана и Казахстана, не так сильно, скажем так, покрывают все, плюс есть разница в двуязыче, и поэтому мы поговорим чуть шире. Портрет женщин в медиа пространство Узбекистана у нас всегда слишком ортодоксальный. Несмотря на попытки что-то менять в социальной активности, это всегда в первую очередь мать и жена. И эта позиция транслируется нам со всех сторон. То есть телевидение, эта позиция транслируется с развлекательного контента. Эту позицию транслируют чиновники, на интервью которых опираются те или иные СМИ. Развлекательные программы, фильмы, сериалы активно пропагандируют только семейные ценности, указывая, где на самом деле место женщины. Без этих всех ваших, мое тело, мое дело, это их не касается. К этому общему строению периодически присоединяются СМИ в той или иной мере, прибегающие то к хейт-спичу, то к буллингу, а также малый бизнес в SMM и Digital. Итак, начнем с того, что о женщинах говорит реклама. И реклама в Узбекистане либо паразитирует на тему секса, либо, опять же, обращается к женщинам как к образу матери и жены. Ну, посмотрим. Начнем мы, наверное, с темы секса. Нужно понимать, что у нас нет сексуального воспитания. Я, честно говоря, не изучала этот вопрос в Казахстане и Кыргызстане, но в Узбекистане тема секса табу. И поэтому, если кто-то пытается что-то там делать, это всегда выглядит чуть-чуть нелепо и чуть-чуть страшно. Ну, например, сейчас я попробую продемонстрировать вам недавнюю тему, очень интересную, с которой начали работать как раз-таки. Блин, как сделать демонстрацию? Да, ребята. А, вот, мы видим депиляцию на главном экране. Так вот. Светодиодная электронная депиляция решила пойти по нестандартному пути и работать с темой секса. Эггэгэй. Но, естественно, работать с темой... Я не против секса, скажем так. Я считаю, что каждый может заниматься этим, как хочет и когда хочет. Но если мы пытаемся продвигать товар через тему секса, это всегда сексизм, это всегда шейминг, это всегда буллинг. Женщина всегда... Ну, посмотрим. Либо жирная тварь, либо очень невзрачно выглядит, либо это какой-нибудь кактус, либо это что-то, ну, совсем-совсем страшное. И, то есть, салон первый начал делать вот это, но его целевая аудитория — женщины. То есть, те, кто хочет привести там свое тело в той или иной мере в порядок. И я, не знаю, как все остальные, я бы не пошла в этот салон просто потому, что здесь меня всячески унижают, оскорбляют. Мой любимый пример, он очень далеко, я до него, к сожалению, не домотаю. Это где салон предлагает нам быть горячей цыпочкой, и в итоге просто показывает какую-то жуткую курицу, или жирную свинью, или жирную корову. Ну, то есть, что-то такое максимально неприятное, максимально некрасивое. Вот. Или было у нас такие примеры, это, к сожалению, баннерная реклама, я не могу ее сейчас найти, потому что интернет ее не сохранил. Это когда кофейня рекламировала свое кофе через объективацию женщин, то есть, нам делили несколько категорий женщин, мулаток, чернокожих, белокожих, и сравнивали их с тем или иным видом кофе. Было очень весело, но чуть-чуть грустно. И мы понимаем, что здесь, конечно, главная задача маркетологов — это привлечь внимание, то есть, к товару тем или иным способом. Но до секса мы еще не дошли, и женщины его не очень любят. Ну, и это не такая массовая реклама, то есть, фейсбук, социальные сети — это немножко такая тема для тех, кто этим пользуется. Другое дело — стандартный образ хорошей жены. Вот эта реклама у нас очень массовая, эта реклама у нас везде. Например, если мы посмотрим рекламу главного монополиста всей страны, компания «Акфа и Артель», которая производит бытовую технику для всех семей, то мы увидим, что главная героиня — это обязательно женщина в платке, которая делает все своими руками. Тут ей на помощь приходит свекровь и рассказывает, что можно упростить себе жизни и использовать технику. Или наоборот, свекровь — это главный монстр, которому нужно угодить и делать так, чтобы она осталась довольна. Такой образ очень часто используется в рекламе медикаментов, продуктов питания. Ну, сейчас я покажу на примере вот здесь. То есть, вот смешная реклама компании «Артель». То есть, вот здесь в следующих пароликах у нас идет, ну, давайте уберем звук, сделаем вот так. То есть, она готовит, она помогает всей семье, она всегда на ура. И ей, естественно, в этом помогает печь артель. Или реклама, вот что как крем. Тоже убираем звук. То есть, он встает в 6 утра, она бедная, она работает, ей прям все надо успеть. И крем ей предлагает тоже упростить свою жизнь. Или, опять же, та же самая Акфа. Здесь вот у нас свекровь-монстр, которая тоже... Тоже это объективация, тоже это буллинг. Свекровь — это обязательно чудовище, это не нормальная женщина, вся ее жизнь подточена, только для того, чтобы терроризировать несчастную невестку. То есть, вот к такому образу всегда прибегает наша социальная реклама. Не социальная, а реклама общая. То есть, социальная реклама — это вообще мрак. Женщина здесь крикатурно правильная, жена — мать. Была такая реклама, когда девушка приходит в банк взять кредит, потому что хочет родить ребенка, ей там ее отказывают, так как она ест жирную пищу, пьет и курит. И о стране нужно здоровое поколение. Непонятно, к чему здесь контекст, потому что если у нее не будет денег, тогда она будет здоровее, но об этом создатели рекламы не подумали. Если реклама в социальных сетях или реклама каких-то товаров более современных, она локальна, то то, что транслирует нам реклама вот таких вот гигантов, это всегда очень много людей, и она влияет на умы. То есть мы выстраиваем образ правильной, хорошей девушки. Никаких нестандартных форматов одежды, никаких татуировок, никаких нестандартных причесок. Это всегда платок, это всегда платье в пол, это всегда все хорошо. Ну и то же самое касается телевидения. Например, очень популярные многомиллионные аудитории у нас собирают развлекательные передачи, которые прозитируют на образы килинка. То есть передача «Эпли Килин. Расторопная невеста» автора Гульмир Зиёевой на канале Махаля учит женщин в первую очередь молчать, не перечить ей крови, делать так, как она сказала, обращаться к чужой женщине мамочка, то есть это прям основная такая тема, и засунуть свое мнение куда подальше. Главные слова, которые должна знать молодая жена, это «да», «хорошо», «извините». Идея в чем? На этих передачах собираются, скажем так, владельцы курсов молодой килинки, молодой невестки, и они набирают кучу женщин, которых во время этой передачи учат готовить, шить, стирать, убирать, помогать по дому, а в это время свекрови, то есть вот эти вот замечательные женщины, учат ей мудрости. Вот мудрость как раз-таки состоит в том, что главная твоя задача — это быть рабыней. То есть кто говорил, что рабства не существует, посмотрите на образ современной килинки. Это служанка, которая не имеет права перечить, которая всегда должна ублажать свекровь, потом мужа, а про свекровь мы вообще забываем, по-моему, этого существа в доме нет. Вот, если может показаться, что это единственный пример, то, конечно, нет. Телепрограммы насквозь прописаны шовинизмом, женоненавистничеством в самых серьезных масштабах. И если есть сомнения, то, например, программа «Келгинды Килин», «Приезжая невестка», это такое реалити-шоу, когда девушки из села приезжают в Ташкент и учатся быть невесткой. То есть вот российская телепередача шовинистического характера, где она должна найти мужа, у нас немного адаптированная, она не просто должна найти мужа, она должна научиться быть невесткой. Аудитория бешеная просто. Там несколько миллионов людей одновременно смотрят эту передачу. Или на том же Савемли «Моя свекровь генерал». То есть мы уже из названия понимаем, к чему заточена эта программа. То есть она нам говорит, что главное в доме свекровь. Главный человек, который должен просто строить всех и везде. Это передача по типу, когда повара приезжают, ну, западный образ адаптирован под восток, когда повара приезжают, там уже рамси на адскую кухню готовят, и рамси там все разносят. Здесь то же самое, только вместо рамси у нас свекровь, которая просто не оставляет пустого места ни на ком. Но и у той же передачи, у всех трех передач, а на самом деле их гораздо больше, я просто только три нашла в упоминаниях, их гораздо больше. Все они пропагандируют один образ. Женщина должна уметь готовить, не перечить, убираться, стирать, и вся ее жизнь, точно от того, что с 6 утра до 12 ночи она только и делает, что ублажает всю свою семью. Ни о каком образовании, ни о какой работе, ни о чем таком мы говорить не можем. И нужно понимать, что телевидение у нас смотрит 80%. Одна минута, последняя. 80%. Ну, ладно, тогда мы перейдем сразу к СМИ. В СМИ такая проблема. Есть узбекоязычные, есть русскоязычные СМИ. Узбекоязычные СМИ, они совершенно ужасно работают с точки зрения этики. Ну, например, издание Кун на узбекском языке, новость. Женщины избили девушку из-за ревности. В тексте, сейчас мы откроем, господи, все пошло не так. В тексте у нас они говорят о том, что, вот оно, женщина была легкомысленная, поэтому эти две женщины, наказав ее за легкомысленность, избили ее. Ну, то есть, текст нам технично говорит, что те женщины, которые ее избили, были правы. Или интересный кейс на русском языке. Девушка-сатурница АИНК высказалась против многоженства и привела в пример пророка Мухаммеда. Начался массовый буллинг, и вот вам заголовок. К чему могут прийти неосторожные высказывания, оскорбляющие пророка Мухаммада? То есть, мы здесь говорим о том, что не буллинг плохо, а о том, что она сама виновата. И это такая очень важная тема. Или «Правда Востока» в сложной теме про проституцию говорит, что женское достоинство стоит 150 тысяч суммах. Это заголовок. Ну, то есть, вот мы очень радостно с этим работаем. И к чему я это веду? К тому, что вот эта позиция со всех сторон, СМИ, телевидение, чиновники, развлекательный контент складывает у аудитории очень большой аудитории отношения. Женщина – это безмолвное существо, с которым можно сделать все, что угодно. Она легкомысленная, давайте ее изобьем. Она имеет свое мнение, давайте ее затравим. Она что-то говорит, и это очень плохо, давайте срочно с этой женщиной делать, что хотим. Она рабыня в своем доме, потому что, как только она вышла замуж, она подчиняется своей крови, потом мужу. Если она публично что-то говорит или что-то делает, или очень сильно выделяется, за это стоит наказывать. Я, к сожалению, не уложилась во время, не успела рассказать, как с этим работают чиновники, потому что это тоже отдельная тема, и чиновники также эту мысль транслируют. Имеешь свое мнение, за него ты будешь постоянно отгребать. И это вот огромное поле для изучения в Узбекистане. Надеюсь, было интересно. Спасибо большое. Было безумно интересно. Спасибо за примеры. К сожалению, это достаточно знакомая картина для, думаю, многих из нас, не только из Узбекистана, но и из Кыргызстана точно. Спасибо большое. Там были пару вопросов к вам именно по поводу ситуации в Узбекистане. Я зачитаю их после всех докладов. Спасибо большое, Дарин. Следующий раз выступает Зибо Таджибаева, Зибо-учредитель и главный редактор york.tg Тиджей, пардон, тема выступления «Женский вопрос в медиа Таджикистана». Идеальная тема, я считаю, Зибо, здравствуйте, вам слово. Немного я бы хотела подправить, потому что мы потом передумали и тему немного иначе называли, потому что у таджибской журналистики на самом-таки деле женское лицо. Да. И все, что говорил Дарин, сейчас все правильно у нас происходит то же самое, и поэтому я не хочу повторяться, и я расскажу о тех успешных кейсах, которые уже делаются для того, чтобы сломать стереотипы. А, так, минутку, я включу демонстрацию экрана и почему-то у меня зависло все. Так, сейчас, демонстрация экрана, вот. Все, по-моему, получилось, да? Нет. Мы видим презентацию. Да, но я ее не раскрыла до конца и не могу найти, и где она у меня открывается. Так, Все. А у журналистики, таджитской журналистики женское лицо. И почему так происходит? Журналистки сейчас говорят о своих проблемах сами, и многие инициативы они проявляют, как раз-таки в отличие от мужчин. медиа слабых рук от женщин. На самом-таки деле, последние все медиапроекты, которые открылись за последние тройку лет, они принадлежат именно женщинам. Это Лему Медиа, Йорты, чей-то как раз-таки наш проект, Зира Медиа. И в крупных изданиях, таких как, например, Азия Плюс, Вечерка, Народная газета, Радио Зуди, редакторки, главные редакторки, все женщины. В 2016 году в Таджикистане была создана коалиция женщин-журналистов Таджикистана, и в ней сейчас уже около 30 человек. К сожалению, никто не ведет вообще совершенно подсчет, сколько всего журналистов на рынке и сколько из них женщин. Ни одна медиаорганизация таких подсчетов не вела никогда, даже приблизительно нет таких цифр. Но я как бы интуитивно предполагаю, что все-таки женщин достаточно много, и они выполняют всю самую грязную работу, а не редакторки, потому что редактор делает больше всего работы. Почему женщины идут, мне так кажется, в журналистику и остаются здесь? Теперь женщины легки на подъем, они более дипломатичны, более рискованные, у них больше эмпатии. То есть это самое главное, чем должен обладать журналист, иметь эмпатию. журналисты журналисты больше склоны к авантюризму. Это может быть и хорошо, может быть с другой стороны плохо. Самые большие расследования, самые интересные материалы, самые громкие колонки, они принадлежат именно к первым женщинам. И они более внимательны к мелочам. Это просто в принципе такое, все, чем обладает женщина, это их удерживает. Я хотела привести один шикарный просто пример, который вообще не свойственен государственным СМИ. Но в декабре 2019 года государственный еженедельник, это Кукматовская газета районной Тарктику, вышла с пустой первой полосой в знак протеста того, что чиновники не хотят работать журналистами. Как вы думаете, главный редактор конечно же женщинам мужчинам бы себе такого не позволили. В 2018 году мы начали активную борьбу с харассментом. До этого все высказывания, все недовольство женщин сводилось лишь к обсуждению в соцсетях. И тогда журналисты просто начали рассказывать свои истории в открытую. Они стали рассказывать о том, как они подвергались преследованию, как их унижали, оскорбляли, домогались и так далее. И вот 10 августа 2018 года журналистка радио Зоди Атсуна Акубешо подала в суд. Это был первый случай подачи в суд на домогательство, оскорбление на улице. Конечно, там было смешное наказание, штраф был вообще минимальный, но тем не менее, после этого случая женщины стали подтянулись все, и они стали обращаться в суды, в милицию и так далее. И почти ежемесячно мы видим, как МВД отчитывается о том, что они наказали того, одного, другого мужчину. Еще же не заставляют их мыть в туалет общественные наказания, выставляют фотографии, это просто шикарно, конечно. Но тем не менее, как бы, просто я считаю, что это было начало больших перемен каджитской журналистики. Каджитские журналистки стали снимать документальные фильмы. Я просто не припомню, какие проекты были раньше, но как раз таки с 2018 года был какой-то прорыв и был недавно очень хороший проект, можно будет потом подкликать на все эти ссылки. Там «Дом, где живет незабытая боль», это «О женщинах, переживших насилие», проект «Ветерки». Там тоже главный редактор «Женщина». Это просто серия монологов женщин о том, как они переживают эту боль. Был документальный фильм также «Отвечерки». «Верю, живу, люблю». Он был посвящен женщинам, которые вышли на волю после отсидки в тюрьмах и рассказывали о том, как они вливаются в сообщество. «Мордикор» — это один из последних фильмов о Махпоро Киромова, автор, она независимый автор, сняла о том, как женщины работают в «Мордикор» больно наемными, то есть с деятельными работниками. Они каждый день выходят на рынок и ждут, когда их пригласят на какую-то работу. И вот этот фильм, кстати, там не было ни разу упоминания о том, что чиновники плохие или что-то, но он изменил просто жизнь первых этих четырех женщин, героинь этого фильма, потому что люди отвлекнулись на их проблемы, на их беду, они стали всем помогать. И плюс еще на рынке, который как бы не санкционированный рынок, а мордикоров как раз-таки, там сделали наконец-то простой навес, чтобы люди, чтобы женщины не стояли в самую жару на санцептеке. Ну, что-то хоть сдвинулось с этим фильмом. Сделали очень много социальных инициатив, как раз-таки это принадлежит именно женщинам. «Помогите сделать наш город добрее», это инициатива по поддержке бездомных животных. К сожалению, у нас это просто боль, потому что в Таджикистане не любят, к сожалению, животных. И «Вечерка» проводит постоянную информационную кампанию о том, что необходимо поддерживать приюты для бездомных животных и, соответственно, помогать им. «Я хочу жить мультимедийный спектакль «Судьбе бездомных животных», куда были вовлечены дети. Был тоже шикарный проект, его можно посмотреть в интернете, когда дети сыграли животных. То есть они вот всю судьбу бедного щенка изображали детям. В чем сила сестра? Тоже проект. Мы хотели сделать что-то в виде даджик женского дудя и на каждое интервью приглашали женщины и ведущая была тоже женщина. Был очень хороший, сильный проект. Мне очень жаль, что он закончился. Тогда же у нас еще был один проект «Я женщина, я могу». Вот как раз в рамках этого проекта мы начали писать в Азии плюс, когда я еще была директором, мы начали писать о харассменте. Это был прям прорывной момент. Зико прошедшение у вас одна минутка. Ну, и я просто последний слайд. Всю самую тяжелую работу выполняют женщины, они смелые, они эмоциональные, они успешные, и в то же время они самые скромные, неравнодушные, и у них есть чем учиться. А сейчас, например, из последнего мы начали поднимать вопросы виктим блейминга, что раньше тоже никогда не поднималось в таджикском обществе. Это на самом деле боль большая, потому что если женщина, и у нас совершает суицид вместе с детьми. И в связи с этим, да, мы больше все говорим об этих, потому что никто не изучает эту тему вообще совершенно, не понимает. В СМИ написали о самой факте, и все забыли. И, соответственно, мы изучаем и как раз-таки природу этим блейминга в таджикском обществе. То есть, в принципе, я еще похвасталась. Конечно, все те же проблемы, сейчас, которые я говорила, лабирин, они все есть. У нас точно так же говорят о скрипительных женщинах, но тем не менее, женщины сами двигают вперед. Спасибо. Спасибо большое, Зибо. Замечательная презентация, честно говоря, дает немножко оптимизма. И как раз-таки, касаясь вашего последнего слайда, что женщины успешные, но более скромные, именно поэтому мы сегодня пригласили Айсану Ашим, чтобы Айсана немножко раскрыла, возможно, глаза других женщин в медиа. И Айсана, журналистка-основательница Дэвилыч Казахстан, и новая медиа, масса медиа, очень советую подписывайтесь. Айсана, прошу вам слово. Спасибо, Бекейм, за представление. Мне слышно, да? Спасибо всем участницам за классные презентации, много чего нового узнала, хотя постоянно слежу за Таджикстаном, Казахстаном, там, консультировала тоже ваших ребят. Вот. Моя презентация сейчас тоже сделала демонстрацию экрана. Угу. А вот. В общем, тема, как социальные сети могут помочь нам, журналисткам и медиащицам с продвижением и заработком. Здесь я выделила вообще, зачем это нужно, потому что у некоторых бывают вопросы, и раньше я тоже, на самом деле, делала упор на свою работу и думала, что зачем мне вообще там в социальных что-то рассказывать, вот есть там моя статья, и те, кто захотят, почитают. Но оказывается, это не всегда верно, и нужно рассказывать о себе, показывать и делать это в разных каналах. Первая причина, потому что люди любят людей, люди доверяют людям, люди покупают у людей, и мы даже можем это посмотреть по нашему, даже по нашему мышлению, скажем, тот же Тесла у нас сразу ассоциируется с Илона Маском и прочее, прочее, да, ну, или любые там компании, которые вам сейчас снова приходят, скорее всего, есть какой-то человек, который, с которым эта компания у вас ассоциируется. Вот. Поэтому нужно следить за трендами, но в то же время быть настоящим и быть мультиканальным, уважать свою аудиторию и не стесняться, это тоже будет отдельная тема, возможно. Почему еще нужно вести соцсети, потому что так у работодателей, партнеров будет больше шансов вас заметить, и если, скажем, приходите на собседование, и потом после собседования все, конечно же, смотрят соцсети, и они заходят, и сразу какой-то либо появляется такая благосклонность, можно сказать, либо наоборот, например, там какой-то, не знаю, какой-то контент-шерри, или который не совсем там подходит ценности этой компании, или вообще вас нет в соцсетях, уже это как бы тоже может вызывать какие-то вопросы и сомнения. Почему еще? Потому что легче быстрее заводить знакомство, скажем, даже если вы пишете какому-то, не знаю, знаменитому человеку, а у вас такой понятный профиль, что вы журналист, кто вы, что вы, и это уже больше тоже вызывает симпатии, и может быть тоже расположение. Дальше легче бороться с клеветой, информационным нападением, если, скажем, что-то случится, вот то, что Питер говорила, о харассменте, и тоже, мне кажется, в этих ситуациях это может как-то пригодиться, то, что у вас есть какой-то социальный капитал, да. Диверсификация проектов, источников заработка, то, что если есть прокаченные соцсети, можно также выступать, не знаю, писать какие-то статьи, вас будут звать какие-то проекты и прочее, прочее. Ну и репутация вне зависимости от репутации работодателя. Это тоже бывает важно, так как если вы контролируете все процессы компании, мало ли что может произойти, там с вашим инвестором, что-то может случиться, и тогда этот имидж, если будет какой-то плохой имидж, может повлиять на вас. Поэтому желательно, конечно, настраивать свой также имидж отдельно. И теперь, как же вообще это сделать? Это, на самом деле, такая большая тема, и я попыталась это как-то более вкратце донести. Первое — это сформулировать свое позиционирование, свою миссию. Скажем, вы, например, именно расследователь, и какой-нибудь, который расследует именно финансовые штуки, связанные с олигархами нашими, политиками и так далее. И тогда будет странно, ну, именно если вы так себя позиционируете, но к вам заходишь в профиль, в Facebook или в Telegram, а вы там пишете на своих детей, про котиков, это не соответствует вашему позиционированию и вашей миссии. Дальше оформить шапку профиля, описание аккаунтов в соответствии с этим позиционированием. И здесь еще надо учитывать, что, скажем, если это Instagram, то Instagram это все-таки визуальная соцсеть, и здесь тоже оформление, нужно смотреть, чтобы был какой-то баланс или гармония по цветам и так далее. Понять, кто целевая аудитория. Если, скажем, ваша аудитория это мужчина 35-45 лет, будет странно, если вы будете писать там, не знаю, какой-то хипсерский, да, какие-то обзоры, киноновинки, если такие люди не смотрят, без сексизма, если они не смотрят такие фильмы. Понять, кто целевая аудитория, определить цели, с которыми вы ведете соцсети, и здесь интересно, что могут быть у разных соцсетей разные цели. Например, у нас в Казахстане есть девушка, она в TikTok там, у нее один контент, а в Instagram у нее другой, более экспертный, а в TikTok такой более разникательный, да, и тоже, соответственно, с вашими целями это могут быть какие-то разные темы, форматы, дальше. прописать основные темы, в принципе, вы сами тут все можете прочитать, какие штуки хочу я прокомментировать, определить свои уникальные стороны, определить блоки самопрезентации. Здесь интересно то, что не обязательно всегда постить только профессиональный контент, и людям, опять же, интересны люди, и можно потихонечку, там, дозированно добавлять какие-то личные штуки, чтобы... у всех Асяна пропала, да? Да. Видимо, Асяна немножко выключила, подождем пару минуток, я надеюсь, она вернется. Видите, не только таджикский интернет подводит, казахский интернет тоже подводит. Просто я привыкла, что... только с узбекским такие проблемы бывают, а нет. Приятно осознавать, что и в Казахстане есть проблемы с интернетом. Будем ждать сейчас Айсан, уверена, она вернется. То, что говорила Дарина, это просто такая боль, потому что у меня была лекция по сексизму в рекламе в прошлом году, и я в такие же ролики показывала, как у Дарина. Да, да. У меня... Я просто вышла на кухню сейчас. А, всё, всё, возвращаемся ждать. Ага. Да, да, да. Сори, ай, дай. Перейдёмся к этому. Дальше. Создать аккаунты в нужных вам в соцсетях. Я тут как-то соцсет вам покажу. Вот. Регулярно публиковать контент, но тоже надо понять свою регулярность. Не обязательно это делать каждый день или каждый час, да. Понять интонацию, стиль, формат публикации. В принципе, всё то же самое, что когда мы запускаем, ну, сделаем всё с ним. Например, в Космо, там, у них интонация, что они обращаются на ты, да, читательницы. Они позволяют себе таких высказываний. При внеценности соответствуйте им. Например, вы себя позиционируете как человек, который, там, поддерживает, скажем, ОГБТ, дайте какие-то комьюнити, и будет странно, если в последнее время вы даёте какой-то гомофобный контент. И наоборот. Есть люди, которые любят гомофобов и исследуют им, да. Тоже такие люди популярны бывают. Дальше. Продвигать аккаунт, то есть делать это и онлайн, какой-то взаимный пиар, это могут быть мероприятия, конкурсы и прочее. И, конечно, развиваться, следить за лидерами, за составлять какие-то референсы, следить за экспертами, и вот важный такой момент это не стесняться. Мне кажется, многие люди в нашей профессии, они часто стесняются, хотя обязательно, мне кажется, очень важно показывать свою работу. иначе кто ее тогда увидит. Вот, все. В принципе, моя презентация закончилась. Сейчас я хочу выключить демонстрацию экрана. Такую я не знаю, как делать. Спасибо большое, Айсана. Замечательная мысль, на которую вы закончили. Я думаю, это очень крутая мысль. Я надеюсь, она будет отзываться у многих. Спасибо большое всем, кто послушали. Спасибо большое наши уважаемые докладчицы. Замечательные доклады были, очень много комментариев. Давайте я, наверное, вопросы буду задавать по очередности. И первые вопросы, конечно, были у нас в Кайдай, как раз-таки тема феминитивов. Здесь было несколько цитат. Татьяна посоветовала какую-то книгу про феминитивы. Ризо уточняла, или уточнял, сори, тема затрагивает только русского языка. Сегодня мы говорили только про русский язык, конечно же. И тут же Турсуна как раз-таки задает вопрос, имитивов поднимается ли тема в английском языке. Там ведь тоже есть версии для женщин в некоторых профессиях, как waitress, actress. Да, да. Но в целом мы разбираем феминитивы русского языка, потому что мы русскоязычные с такими иначе. Но, например, о родственных русскому языку, украинском и белорусском мы видим, что там феминитивы есть. И они воспринимаются довольно хорошо. И нет такой реакции, как у нас. В Америке, по сути, появились феминитивы. Там многие слова по факту бесполы, хотя все равно им сделали окончание S, допустим, как actress, чтобы было обозначение, что это женщина. Но вот хорошая, которую мы тоже можем адаптировать под себя, потому что мы используем слова. Это формат бизнесмен. Бизнесмен – это мужчина в бизнесе, по сути. И как женщины появились в бизнесе, у них появились слова бизнесмен. Как только женщины прошли в конгресс, появились конгресс-фоманы. Так что в Америке тоже появляются новые фемины, которые до этого не использовались. Просто потому, что женщины появились в этой сфере. Это вообще реальная тема для любого языка, потому что пока язык жив, он меняется. В принципе, и в кыргызском языке, где, в принципе, одни те же применяются и к мужчинам, и к женщинам, которые касаются профессии, тоже иногда появляются феминитивные окончания в виде приставки «аим» и «за». Допустим, кто-то говорит «Мугалим Аим», уточняя, что это учительница, а не просто ну, они родные. Так что в любом языке есть свои примеры феминитивов, и если мы посмотрим ту же литературу, которую мы читали, мы видим, что феминитивы используются всегда и у Набокова, и у Достоевского есть. Хорошо. Как раз-таки вот с этим немножко связан следующий вопрос. Спрашивают. В русском языке три рода. Мужской, женский и средний. К среднему как раз-таки относятся профессии и слова вроде «неряха», «молодец», «умница». Феминитивы, как я понимаю, подчеркивают в большинстве случаев профессию. Некоторые склонны утверждать, что профессионализм не имеет рода, и поделив на женское и мужское, мы, наоборот, делаем этот разрыв еще больше. Что вы думаете по этому поводу? Дело в том, что это мнение имеет право говорить. Многие люди не хотят, чтобы их называли феминитивами, зачастую, что окончание «ка», «ша» и так далее уничижает их опыт, а они в первую очередь профессионалы. И если они не хотят использовать, мы не вправе заставлять их это делать. Но феминитивы делают это более видимым. Допустим, большая была, как бы сказать, большая тема Советского Союза привлечь женщин в новые профессии. И вышли эти плакаты, где были авиаторы, где женщин призывали бросить быт и идти в работу и узнавать о новых профессиях. И вот когда спустя какое-то время решили феминитивы убрать русского официального языка, один из российских писателей, я сейчас не вспомню его фамилию, он даже писал письмо властям, где говорил, вот почему вы убираете эти окончания, они делают женщин виденными. Вот такая-то, такая-то, она артистка, известная артистка, уважаемая всеми любимой. А теперь она артист, и это делает ее менее видимой. Вы вольны не использовать минитивы, но иногда можете увидеть необходимость их использования. Например, для уточнения в заголовках. Был, помню, заголовок в наших СМИ о том, что тайландский король женился на своем телохранителе. И ты думаешь, что это гей-брак. Открываешь новость, а это тайландский король женился на главе своей охраны, это женщина. Или была статья о том, как два милиционера полюбили друг друга и поженились. Это было удивительно, потому что в Кыргызстане нет гомосексуальных браков пока. Оказалось, что женщина милиционер и мужчина милиционер. Спасибо большое, айдай. Сейчас, пожалуйста, я все, моя дочка уходит. Моя дочка тоже использует феминитивы. Недавно возьми, недавно моя дочка спросила, почему Моан может быть вождем. Я ответила, что Моан может быть вождем, если она считает это нужным. И женщины могут всего добиться. И она сказала, но разве она не вождиня? У детей нет стереотипов и феминитивов о том, что они уничижены или о том, что они не нужны. Они просто считают их тогда, когда считают это нужным. Это естественно. Спасибо большое за ответ. Спасибо Айдай. Привет большой дочери. Следующий вопрос у нас Дарин. Я так думаю, это к вам вопрос. Как вы относитесь к открытой критике работницы комитета женщин против девочек флэшмоба? Это, наверное, флэшмоб недавний. Можете немножечко рассказать? Да, я, наверное, в курс немножко веду. Недавно есть такая страница экспонат Туз, где они собрали девушек, которые в разных частях Ташкента вышли с плакатами, которые транслируют основную идею, что женщина это не предмет чего-то быта, что женщина имеет право от природы и от вселенной сама распоряжаться своим телом, что то, как ей одеваться или то, как ей вести, это, грубо говоря, ее личная позиция. И все это емко собрали в несколькие плакаты и выгрузили это в социальные сети. Тема собрала невероятное количество хайпа, то есть девочки, никого не оскорбляя, высказали свою позицию, в ответ они читали в комментариях, что они дебилки, тупицы, шлюхи, вообще ужасные социальные твари, ну то есть в ответ на них выливался дикий хейт, и, конечно, критик, у нас есть такая организация, комитет женщин, по идее задача, это государственная организация, по идее задача этой организации помогать женщинам в сложных ситуациях, то есть когда главой этой организации была Танзила Нарбаева, которая сейчас в Сенате, строились шелтеры, запускались горячие линии, где женщины могут пожаловаться на насилие со стороны, то есть закон начали продвигать против насилия, когда Танзила Нарбаева ушла в Сенат, главой стала Эльмира Буситханова, я очень хотела про нее сказать, но не успела, потому что вот эта тетенька, она отвечает за вот этот ужасный шейм по отношению к женщинам, то есть каждое ее высказывание это на самом деле огромный фейспалм, потому что то она несчастных продавщиц, надо понимать, что большая часть продавщиц у нас сложилась на всей Центральной Азии, наверное, это женщины, то есть дефканты, предприниматели, предпринимательницы, сына, она их закритиковала, что если к ним домогаются, значит, они невысококультурные, значит, это с ними что-то не так, она там шеймила Лолу, певицу, за то, что у нее слишком откровенное платье, она пропагандирует секс, это очень плохо, и, естественно, под нее весь комитет ведет себя точно так же, то есть каждая непонятная сотрудница считает, что она имеет полное право критиковать женщин за то, какая она есть, и, естественно, я отношусь к этому плохо, потому что когда чиновница, которая работает в комитете, который должен помогать женщинам, критикует этих самых женщин за то, что они хотят чуточку больше свободы и адекватного отношения к себе, то вся вот эта толпа уродов, которые называли их всяким уже, там на самом деле такой кошмар был в комментариях, вся вот эта толпа этих людей искренне считает, что они имеют право на это, что если чиновники разных мастей с ними согласны, значит, нет ничего страшного в том, чтобы домогаться до девушки, нет ничего страшного в том, что ее избить, нет ничего страшного в том, что говорить ей сальные гадости вслед, то есть это не возбраняется, это никем не осуждается, более того, чиновники сами ведут такую же риторику и сами ведут такую же политику, и это катастрофа, Потому что если бы хотя бы со стороны чиновников это как-то пресекалось, и они бы осуждали тех, кто этих женщин шеймит, мы могли бы хоть куда-то двигаться нормально. А так главы партии, то есть у нас президент говорит, женщины должны быть активными, в социальной политике участвовать, нужно больше женщин предпринимательных, ла-ла-ла-ла-ла. Какие-то высокие чиновники говорят то же самое. Но все остальные несут вот эту позицию. Женщине не место в правительстве. Женщина должна быть матерью. Если женщина занимается активной социальной политикой, это вот, кстати, были слова одного из главы партии Милиты Кланыш в Узбекистане. Он сказал, что если женщина занимается активно политикой, у нее не остается времени, чтобы быть женой и матерью. Поэтому, когда женщины лезут в политику, это очень плохо. Нельзя этого допускать, потому что кто же тогда будет у нас здесь с детьми? Ну, то есть понятно, что это ужасно, это какой-то полный зашквар. И, кстати, я бы хотела чуть-чуть просто быстренько сказать про феминитивы. Вот, тема вот Ай-Дай, но она очень остро стоит у нас, потому что я скинула всем участникам разных диспутов ваше выступление, чтобы они посмотрели и поняли, что, да, никто не навязывает никому позиции. Но феминитивы существовали всегда, и вот эта риторика, которую к нам тоже обращают, что вы это используете, ковертаете русский язык, никогда это не приживется, все это вот рано или поздно умрет. Она, на самом деле, такая морально и физически устаревшая, и не очень интересная. Спасибо, это был очень клевый доклад. Все, я закончила отвечать на этот вопрос. Спасибо большое, Дарин. Спасибо, что разъяснили, объяснили свою позицию. Опять-таки вопрос возвращается к феминитивам. Я, как говорила, это очень животрепещущая тема. Помогите, пожалуйста, Дарина или Ай-Дай. Аружан спрашивает, а как грамотно использовать феминитивы? Например, можно же по-разному сказать, редакторка или редакторша? Может быть, уже выпустили официальный словарь феминитивов? Вообще, разные словари с феминитивами есть, но дело в том, что когда начали появляться все больше феминитивов, то окончания к ним придумывали самые разные. Мы видим, что есть окончание ца, ученица, столица и так далее. Есть ша, авиатор ша, столица и так далее. Самые разные есть окончания. Вы можете, в принципе, применять любое, пока не найдете самое приятное позвучание. Чаще всего используют феминитив К. Я читала, изучала феминитивы, увидела, что, в принципе, применялись самые окончания в Советском Союзе, когда повально появились феминитивы и новые профессии для женщин. Но больше всего утвердилось самое пристречивое окончание – это К. Хотя, допустим, в ученой среде преподавать личных наук предпочитали другое окончание – ИНИ, то есть как княгиня, только экологиня, биологиня и так далее. В принципе, на данный момент, так как общество все еще не очень привыкло к феминитивам, мы можем экспериментировать с окончанием, пока не найдем то, изучение которого будет нас полностью устраивать. У нас любят в качестве аргументов просто приделывать каглик к любым словам и говорить, какой будет феминитив. Но в русском языке огромное количество окончаний, и женщина – это не пилотка. Пилотка – это шапочка, а не то, что все подумают. Женщина-пилот – это авиаторша, авиаторка, лечица и пилотесса. Огромное количество окончаний только для одного слова. И в принципе, мы можем использовать любые окончания и смотреть за аудиторией, какие больше проживают. Потому что, мы будем помнить, многие феминитивы, которые говорили о женщинах в новых сферах, сначала не поднимались, и общество убеждало, что они никогда не будут привыкли. Но мы используем феминитивы каждый день, на самом деле. Просто мы их не называем такими. Спасибо большое за ответ. Как раз-таки сегодня я читала новость, что в Атарау в Казахстане назвали аэропорт в честь лечицы. Мне кажется, это замечательно дает видимость как раз-таки лечицам, особенно в наших странах. А вопрос еще один. Мы потомки царицы Томирис. Томирис была царицей. Мы должны понимать о том, что женщины могут занимать самые разные должности и быть великими в этом деле. Так что, и использовать феминитивы, если хотим. Супер. Спасибо большое, Даня. Я полностью с тобой согласна. У нас следующий вопрос. Я так думаю, тоже к Дарине вопрос. Дарин, а ваше отношение к последней новости о девочке, которая избила нескольких парней? На самом деле, это интересная тема. Сейчас тоже краткий бэкграунд. В Намангане случилась такая потрясающая история. В Узбекистане вообще, в принципе, наверное, как и во всей Центральной Азии, нормой считается свистеть, кис-кыс-кыс-кыс-кать, чмокать вслед с симпатичным девушками. То есть ты идешь, а тебе в ответ такой, ну-ну-ну-ну, джанам-кызык, там, не знаю, асалям-гузалям, и все вот в этом духе. То есть это прям наше все. И тут в Намангане какая-то такая компания решила почмокать вслед с девушкой. А у всех, Дарина, пропала ли только у меня? Да, у всех. У всех, ага. Узбекский интернет вошел в чатик. Хорошо. Я надеюсь, Дарина подключится обратно. Так, ну вроде Дарина не выкинула, надеюсь, будет быстро. Хорошо, пока Дарины нет. Айсан, это правда, да? Вы не слышали, что назвали аэропорт в честь летчицы? Да, да, но это старая новость, я только что прогуглила, оказывается, это было 20 марта. А, сегодня почему-то подняли эту тему, это классно. А я сама даже не слышала, странно. Мне интересно так. Вот так. Ура. Я появилась? Да, вы вернулись. Слышно? Всё, ура. Так, ну, в общем, она их избила. Сразу началась, вот это я тоже не успела рассказать, началась массовая волна. Баба избила мужика, да куда вы все смотрите? И, опять же, я считаю, что да, против неё нужно было начать расследование, потому что избивать людей всё-таки не ок. Но мне интересна риторика, которой пользовались все остальные СМИ, чиновники и прочее, прочее. Когда мужчина, вот на фоне этого было очень много историй, когда мужчина, вот буквально сейчас есть такая тема в Самарканде, мужчина избивал свою жену регулярно, он заставлял есть её содержимое подгузников своего ребёнка. Это просто настолько ужасная тема издевательства над человеком, и против него не возбудили уголовного дела. Популярный певец изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Прокуратура начала следствие, не нашла состава преступления. То есть ничего не двинулось. Девушка избила двух парней. Уголовное дело, она ужасная просто коза, как она слела. Да, нехорошо избивать людей, но, извините, может быть, хоть таким образом некоторые мужчины начнут понимать, что кто-то из нас может дать серьёзный отпор. Что кыскыскыс — это ненормальный формат общения, если ты хочешь познакомиться с девушкой. Что если ты бежишь мимо и щипаешь девушку за ягодицы, она не будет с тобой знакомиться. То есть я очень часто сталкиваюсь с тем, что я утром выбегаю или вечером на пробежку. Я бегу с большой 30-килограммовой собакой рядом. Мне всё равно умудряется что-то в ответ кричать, что-то пытаться где-то как-то выразить свою симпатию. Я не знаю, чего ждут эти люди. Я не очень понимаю, как они планируют дальнейшее развитие событий. Но они должны понимать, что это неэтично, что есть определённые границы. И если кто-то эти границы выстраивает методом силы, а, видимо, в нашей стране другой метод не понимает, потому что метод юстиции и закона, он не работает. Очень много случаев, когда начинали уголовное дело, семья того, против кого её начинали, давила на жертву, жертва забирала заявление, и это заканчивалось ничем. То есть даже в этом году таких случаев с пятёрочку можно найти. Что если вы не понимаете метод нормального обучения и разговора, иногда встречаются такие, как девушка в мамангане, и она, если что, может очень сильно навалять. И да, если мы её оправдываем, мы как бы призываем людей к самосуду. Но, с другой стороны, почему тогда, когда такие случаи происходят с мужчинами, не освещаются на должном уровне? Почему массовая пропаганда, вот эта патриархальная идея, не начинают шеймить этих мужчин, почему никто не устраивает им выговоры, почему их не увольняют с работы, почему никто не считает, что если ты избил женщину, это тоже караул, это тоже катастрофа, что этого делать нельзя. А тут, наверное, сыграло то, что, а, девушка дала отпор. Боже, мы же считаем, что девушка, она молчит и слушается всех в семье, а тут она ещё и драться умеет, да. Что девушка не побоялась, и у неё сработала первая реакция. И, как бы, даже, я встречала комментарии такого рода. Женщина говорит, блин, она молодец, это очень круто. Мужчина говорит, как вы сможете её оправдывать? Вы поддерживаете самосуд. Это против традиционного, не против нормального, развитого светского государства. Как будто у нас такое светское государство в Узбекистане, что просто. И, честно, я хожу на самооборону, и я ей восхищаюсь, этой девушкой. Потому что это пример того, что ты должна сама себя защищать. А если бы они не кыскоскыснули? А если бы их было трое, и они бы хотели её избить? Смогла бы она выстоять? Непонятно. Но даже если бы они до неё домогались и попытались бы изнасиловать, она бы её избила, сто процентов, я уверена, кричали бы, что она спровоцировала конфликт, и её теперь нужно судить. Так устроено общество в Центральной Азии. Мужики всегда правы. Ну, вот это мой правкий ответ. Спасибо большое, Дарин. К сожалению, картина, опять-таки, слишком знакомая для, я думаю, многих здесь. Спасибо. Переходим к следующему вопросу. Я думаю, этот вопрос был направлен к Зибо, потому что Зибо как раз-таки об этом немножко говорила. Зибо, если вы здесь с нами, включите камеру, пожалуйста. Что-то мы вас не видим. Да, я здесь, я просто у меня немножко, да, интернет побеет, я выключаю. Ладжеский интернет, мой любимый. Такой вопрос, ваше мнение нужно. В народах есть понятие, что в журналистику берут женщин из-за приятной внешности и голоса. Ну, в принципе, если берут таких, то они здесь долго не задерживаются в журналистике. Я просто, да, у нас были примеры, когда говорили о том, что один из главных лидеров берет в себя таких девушек, именно выбирает самых красивых, самых стройненьких, молоденьких. Но никто из них не остался долго в журналистике. То есть выдерживают как раз-таки не по внешности уже. Остались такие матерые, которые могут дать с отпор. Потому что все-таки журналистика — это другое брятие, мне кажется. Здесь как с чиновниками не получится. Если, например, или мне так просто кажется. Потому что женщины в журналистике могут дать отпор любому. В отличие от чино, от работы в госорганах, где ты зависишь полностью. Здесь как-то ты более независимый, что ли. Хорошо, спасибо. Спасибо. Здесь вас очень благодарят за вашу презентацию. Женат пишет, что видела фильм «Мордекор». Отличный формат освещения проблемы. Да, это, по-моему, на самом деле классный фильм. Мы, наверное, если что найдем. Скинем потом ссылки еще в наших постах, чтобы все ознакомились со всеми фильмами, на которые вы как раз-таки давали ссылки. Также Женат уточняет, как освещается роль женщины в масс-медиа в других странах ЦА. Я думаю, это огромная тема, и у нас сейчас нет особо времени к ней перейти. Но мы постараемся еще пару таких ивентов устроить, чтобы, ну, не знаю, чтобы вернуться к этой теме. Вот. Поэтому спасибо большое. Зибо здесь очень много вас благодаря за презентацию. Спасибо, что вы дали, как раз-таки дали, мне кажется, лицо журналистики. Особенно в Таджикистане это очень важно. Спасибо большое. Так, у нас потом еще вопросы. Следующий вопрос у нас, я так думаю, к Айсане. Айсана, сейчас очень популярно стало блогерство и в частности вайнерство. Стали увеличиваться случаи, когда женщина ведет контент немного непристойного характера, и такие аккаунты начали хорошо продвигаться. Каково отношение, ваше отношение к таким случаям? Мое отношение, что если женщина хочет вести контент, она может делать, как захочет. Если она хочет выкладывать свое тело, это ее выбор. Если это не непристойный контент, то контент, который она считает нужным и интересным. Но я считаю, что это все зависит от позиционирования. Если вы себя позиционируете как такую девушку, тогда такой контент уместен. Но, наверное, для журналиста это будет немножко странно, потому что это не совсем про работу. Но, в принципе, люди могут сочетать. Если у кого-то это удастся, почему бы и нет. Я сама, скорее всего, не подписана на такой контент, потому что я больше читаю журналистика, у журналистов и какие-то темы феминизм мне интереснее, бизнес. Да. Еще там был, да, один вопрос? Так. Как раз вопрос от Дарин. Спасибо от спикерки к спикерке. Вопрос к вам. Насколько тема финансов важна в продвижении аккаунта, я так думаю? Насколько можно быть успешным в продвижении без вложений? Так, это еще зависит от соцсети, потому что у каждой соцсети свои нюансы. Вообще считается, чем раньше ты зашел в соцсеть, тем меньше цена входа. Поэтому сейчас советуют заходить на TikTok, потому что потом уже будет сложнее раскручиваться. И поэтому советуют заводить как можно скорее, если у вас нет Инстаграм или Фейсбук, то тем более. Я думаю, что финансовые продвижения, именно финансы, они не настолько важны. Если вы делаете крутой контент и если вы еще уникальны или более так, не настолько, более уникальны в своей нише, то есть если вы делаете такой же контент, как еще миллион людей в вашей стране или на вашем рынке, то вам будет сложнее продвигаться и может быть какие-то финансы потребуются. Но в целом финансы не на первом месте. На первом месте это ваше позиционирование, это ваш контент, это регулярность публикации, это ценности, которые вы доносите и поиск своей аудитории. И это уже большая часть работы. Особенно, мне кажется, в Центральной Азии у нас не такая большая конкуренция и даже, мне кажется, даже больше, например, в Турчатистане и Дмитрийстане, нежели чем в Кыргызстане и в Казахстане. Так что это не настолько важно. Спасибо большое. Так, у нас еще были комментарии здесь как раз-таки, что первый президент Казахстана регулярно рассказывал сексистские анекдоты на 8 марта. Спасибо за этот комментарий, Татьяна. Также вопрос был о госорганах. Но я думаю, в принципе, Дарин уже ответил на этот вопрос. Так, ситуация с депутатом была. У нас следующий вопрос. Так как, да, этот круглый стол проводится в рамках нашего марафона, где участники каждый день пишут на тему портрет женщин в медиа. Для многих это немного сложный вопрос. Поэтому я бы хотела уточнить, может быть, наши как раз-таки спикерки, экспертки, особенно вот Айсана или Зибо, кто чуть меньше говорил, чем Айда или Дарин. Это неплохо, нехорошо. Я в целом, чтобы больше было вопросов просто к Дарине и Кайдай пока. По совету пилота Айсан. Что дальше? Какие рекомендации могли бы вы дать? Что делать, чтобы портрет женщин в медиа стал лучше? Пару простых шагов для аудитории. Мне кажется, первое, это не нужно думать, что ваша аудитория — это недостаточная аудитория. Потому что у нас часто такое бывает, когда происходит что-то, не обязательно связанная женщина, но вообще в целом все начинают призывать. О, блогеры, напишите. Камон, даже если у вас в аудитории 500 человек, это уже аудитория. Даже если 80, даже если 5. Поэтому нужно не стесняться и писать. И рано или поздно вы найдете свою аудиторию. И если вы будете любить свое дело и делать это постоянно, регулярно, аудитория будет увеличиваться. Это первое. Второе, что делать? Делать, мне кажется, больше говорить, знать, что это кому-то нужно, это кому-то важно. Находить единомышленников, вместе с ними делать проекты. Не обязательно даже контентный, это может быть оффлайн, может быть акции, пикеты, митинги. Это потом все освещать в соцсетях, в СМИ. Нетворкинг очень важен. То есть постоянно общаться с людьми, находить как, что устроено. И верить в себя, мне кажется, женщины рулят миром. И вообще, мне кажется, скоро, да, скоро Патриархат умрет. Ну ладно, это уже была вставочка. Да-да-да. У нас вообще вот редакторы, большинство уже девушки. И вообще в целом в Казахстане, мне кажется, медиаменеджеры сейчас в основном девушки, женщины. И да. Спасибо большое. Спасибо, Айсана, я с вами согласна. Вот. А зибот тоже добавьте, пожалуйста, пару слов. У вас были такие замечательные примеры проектов. Я думаю, все пошли гуглить ваши проекты пока. Но пока все не ушли гуглить. Подскажите еще пару советов тоже, как вы думаете, как нам, что делать, чтобы портрет женщин-медиа стал лучше. Я бы предложила бы больше обращаться к активистам. В Каджикистане, например, очень активны в последнее время именно гражданские активисты. И если бы журналисты чаще бы писали о них, рассказывали бы их истории, успешные примеры, транслировали бы их обращения, которые они запускают, к сожалению, только в соцсетях, и поэтому им очень мало внимания, то было бы просто супер. Потому что не хватает голоса вообще женщин в медиа таджикских. А в русскоязычной прессе его чуть больше, а в таджикоязычном его поменьше, конечно. И всячески поддерживать. Мне интересно, я сейчас сразу вспомнила, у нас же в Таджикистане феминистки пытались привести пикеты. Точнее как, они просто собрались просто обсудить проблемы и создали массу проблем. Они не смотрели сначала новость-трансляцию в Facebook, потом в конечном итоге их просто разогнали. Но был прям страшный троллинг, и мужчины прям очень были реально настроены. Все из-за того, что просто нет понимания, что это феминизм. Потому что когда я стала работать с новой темой, сейчас я хочу поработать с фемицидами, этого понятия вообще в принципе в таджикоязычном нет, и никто не говорит о нем. Я думаю, что вот просто просвещать еще больше нужно. Вот так вот. Спасибо большое. Я надеюсь, меня было слышно с феминтернетом. У вас было прекрасно слышно, прекрасно видно. Спасибо вам большое за ваши слова, за ваши примеры. Я думаю, это всем очень было интересно. Вот. Так, ну вроде бы больше вопросов у нас нет. Все мы задали, все спросили. Мы даже закончили вроде бы вовремя, правильно? Так что я поздравляю, мы закончили, времени у нас очень мало осталось. Поэтому, если есть какие-то вопросики, мы можем буквально вот что-то зачитать в вопросах в чате или комментарии. К сожалению, на больше у нас не осталось времени. Вот. Вроде бы пока вопросов нет. Спасибо всем большое. Спасибо нашим уважаемым докладчикам за замечательную беседу. Спасибо за примеры, за презентации. Всем спасибо участникам. Я надеюсь, что вам понравилось, было интересно. Мы продолжим делать такие же мероприятия по аналитике и по новой медиа в Центральной Азии. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш аккаунт, если вы еще не подписаны. Эта тема, как вы понимаете, любимая половиной нашей компании очень сильно. И я думаю, что мы будем поднимать эту тему еще раз обязательно. Пишите нам, если что-то по аналитике или по новой медиа вам интересно. Мы всегда рады предложениям и делать круглые слова такие с вашего разрешения, с вашего приглашения. Вот. Спасибо всем большое. Спасибо нашим участницам. Спасибо нашим докладчикам. Всем спасибо. Вся информация дополнительная будет какая-то в соцсетях. Эта запись сохранится в соцсетях. Если вы что-то пропустили, хотели к ней вернуться, обязательно возвращайтесь. Запись достойная для всех. Все. Все говорят большое спасибо в комментариях нашим докладчицам. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо за участие. Надеюсь, это было полезно для всех. Всем пока. Всем пока. 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 Продолжение следует...